Допустим, мы хотим слить два файла, причем не так, как я писал в этих видеорекомендациях, когда у нас есть одни и те же респонденты, и нам надо соединить два файла с разными переменными для одних и тех же респондентов. Сегодня нас интересует, как слить два файла, если респонденты разные, а переменные одинаковые. В принципе, эту операцию тоже можно выполнить простым копированием, вставкой, но есть более технологичный способ, сейчас его рассмотрим. Перед нами один файл, открываю второй файл. В обоих файлах переменные одни и те же. 35 переменных в одном и втором файле. Их номенклатура и порядок полностью совпадают. Выбираю опцию Data, Merge Files, Add Cases. Сейчас открыт файл, оканчивающийся на 2010. Он предлагает взять данные из второго открытого файла, заканчивающегося на 2012. Можно было бы брать данные из неоткрытых файлов, соответственно, я выбрал бы эту опцию. Но мне проще взять из уже открытого файла. Поэтому я его заранее открыл. Как видим, действительно, имеется полное совпадение переменных. Соответственно, ни одной переменной здесь, в этом окошке нет. То есть нет ни одной переменной, не имеющей пару во втором файле. Поставим галочку, чтобы возникла новая переменная, где будет помечено, из какого файла тот или иной респондент пришел в интегрированный файл. После запуска мы получаем тот же самый файл, новый файл не появляется. Добавка происходит к исходному файлу. С окончанием на 2010. И вот, пожалуйста, новая переменная, созданная. Источник. Исходный файл. 0. Единичка. Присоединенный файл. Присоединенный файл. Присоединенный файл. Присоединенный файл. Продолжение следует...